здравствуйте мои милые девочки хочется с вами поделиться еще одним макияжем его можно использовать в новогоднюю ночь и выпускные вечера и он очень был модный осенью 2016 года но не упускает своих полномочий и зимой первое что мы будем делать это мы будем увлажнять кожу базы промой кап лап очень интересное масло используем его именно как базу внизу сияющие частички и при взбалтывании масло имеет такой перламутровый оттенок что дает сияние кожи изнутри а можно просто маслом пользоваться без сияющих частичек вот таких двух капель достаточно на всю кожу лица я люблю масло наносить пальчиками так вы сразу почувствуете где сухие участки и дополнительно сможете их увлажнить на губы наносим скраб также промой кап лап я его использую именно как маску в начале макияжа он очень хорошо увлажняет губы и убирает ненужные шелушинки начинаем работать с кожей мой любимчик гарантированно подойдет для всех типов кожи очень комфортен в нанесении то есть мастерам работающим очень удобен будет и для себя безусловно кожа холеная кожа выровненная но толстого слоя на лице абсолютно никакого нет у меня сейчас цвете 05 мне нравится этот оттенок для работы час чаще всего используется второй оттенок он самый комфортный для себя для наших для нашего региона российского тоже 2 очень комфортно подходит но для работы я беру 3 и 0 5 при смешивании можно таблицы цветов добиться большой кисть из моей линейки переходите на сайт который будет сейчас вот здесь внизу и вот видео кисть из линейки baby face 2 номер она конечно для румян хайлайтера и контуринга но я и очень люблю наносить тон вообще маст хэв на последнее время а а а а а и Будем наносить хайлайтер и уже будем работать натуральной кистью. Начинать я буду с хайлайтера Лора Мерсье. В России, к сожалению, не продается, но можно сказать на клубнички. Я именно вот этот там брала. Ну вообще можно много где заказать. Но цена на клубнички, по-моему, адекватная. Скидки бывают. И еще один хайлайтер, который я очень люблю. Компания Promocup Lab. Я сегодня много о них говорю. Российский бренд. Вот его видно из космоса. И его я буду более центрально наносить, чем предыдущий. И буду все смешивать сухой кисточкой, слегка растушевывать. Макияж у нас будет сияющий, поэтому сияние нам нужно. Пудра Inglot HD. Она с эффектом сияния дает такой мягкий лоск на коже. И, конечно, уйдем в румяну. Через розовый хайлайтер. И, собственно, носами румяна. И вот такими холодными румяными немножко отскульптурируем лицо. Модный, актуальный тренд, особенно такую молодую девочку. Очень выигрышно смотрится. Сейчас вновь возвращаются румяна в место скульптурирования. Поэтому обратите на это внимание. Изначально будем работать с оттушевкой. И сделаем ее вот такими приятными оранжевыми перламутром. Но он, конечно, на коже смотрится очень красиво, очень аккуратно. Белочкой, кисточкой, остатками. И вот проработаем уже сами оттушевки, сами растушевки. И вот это делается. для того, чтобы легче нам было тушевать, чтобы чисто было тушевывать, потому что когда есть на коже перламутр, основные цвета плотные на перламутре выглядит очень нежно, как бы скользящим. Ну и, собственно, будем основу макияжа брать Lime Crime, цвет Lana, очень интересный красивый оттенок, бронзовый, и макияж смотрится на нем очень эффектно. Кисточка 13T, она как для консилера, так и для кремовых текстур, у нее очень удобная форма. Продолжение следует... 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 такой красивый оттенок. Смотрите как глаза загорели. Загорелись. Чуть-чуть вытянем бронзовыми оттенками. Очень аккуратно старайтесь, чтобы выходить в вашу первую оранжевую тушевку. Если я не сказала, то это были пигменты от Myka Forever. Цвет у меня уже стерся, но в Myka Forever один оранжевый оттенок, поэтому вы точно не ошибетесь. Еще очень удачная кисть для тушевок в моем бренде 26К. Очень ее люблю, и вы тоже полюбите, потому что кисточка справляется на 100% со своей задачей, красиво прорабатывает орбитальную линию, очень аккуратно, деликатно. Немножко заходим на носик. И будем работать с нижним ресничным краем. На нижнем веке прорабатываем также лайм край, но уже более аккуратной тоненькой кисточкой нижний ресничный край. Не устаю повторять, смоки туши глубоко. Эти тени синтетическую кисть любят больше, но у меня прям в таком варианте, пока синтетической кисти нет в бренде. Будем тушевать козочкой. И нижний край тушевки тоже слегка пройдем. Также берем тени Ханни Му от Том Форд. И делаем вот такую потрясающую оттушевку, такими великолепными, мягкими, бронзовыми оттенками. Обязательно оставим такой же блик, как и наверху под брачком. И слизистую пройдем двумя карандашами. Первый карандаш H&M. Вообще всем девочкам рекомендую бежать в H&M. Очень красивые у них карандаши. Вообще достойная продукция косметическая. И дальше, ближе к внешнему уголочку глаза, потрясающий карандаш Eva Garden 70 оттенок. У меня есть к вам маленький запрос. Какой бренд вы хотели бы, чтобы я на него сделала обзор? Мне очень интересна эта тема. И вот какой вас бренд интересует, кроме масс-маркета. Это правда не ко мне. Но профессиональные бренды, дугус-бренды я готова с вами поделиться своими любимыми продуктами. Продолжение следует... И еще немножко добавим такого бронзового сияния. Это хайлайтер от L'Ore Mercier. Тоже бронзовые оттенки. Вот петуха. Вы не можете не сиять в новогоднюю ночь, не использовать красные оттенки. Продолжение следует... Прорабатываем ресничный край... И реснички. Я взяла все-таки черную тушь, чтобы ресницы было видно. В праздничном макияже вы можете поставить пучки. Но у нас такой слегка фэшн образ. Не хотелось бы, конечно, сюда их ставить. Но активные ресницы имеют здесь место путь. О-о-о! Скорее richtig chase путь! Вы можете найти праздничное для праздничного канца со своими со свечками? кисточка 21к наша метелочка спасительница если что-то у нас подсыпалась могут быть незначительные такие посыпушки отверг но если их убираешь особенно пигменты они могут так вот некрасиво на коже выстраиваться и грязь создавать для бровей будем использовать легкий гель арт визаж ну вот кстати что-то недорого в моем макияже хотя промокоплав очень недорогая продукция этот гель стоит 80 рублей и я вас уверяю он очень достойный даже в преддверии того что скоро в моем бренде выйдет гель конечно дороже потому что такой стоимости нигде не могу найти с радостью и мягкие губы будут сделаны продуктом офра мока просто пальчиками оттушевана мне кажется один из таких один из трендовых оттенков для губ но не в плотном нанесении а именно вот в таком нанесении как я сейчас делаю более темным тоном немножко законтурируем края носика и подберем румяну ну все макияж готов ну 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 ну